Известный православный журналист Юрий Воробьевский принял участие в выставке «Брест православный» впервые. Писатель привез с собой книги, в которых рассказывает о святых местах, людях и чудесах веры в Бога. Однако особое место в его коллекции занимает труд под названием «Незримые старцы», посвященный подвижникам Святой горы Афон. За 15 лет паломничества в одной из самых загадочных мест на Земле, благословенных Пресвятой Богородицей, Юрий Юрьевич убедился, что святость на Афоне есть, и почувствовать ее можно, преодолев духовную борьбу, черту, приступив к которой люди становятся другими. Афон – это, помимо всего прочего, это место невиданной во всем мире духовной борьбы. Там, где святость, туда и пытаются пробиться, и прорываются демонические силы. У меня были некоторые страшные ночи на Афоне, я об этом пишу и рассказываю. Это тоже опыт. Когда к тебе приближается вот такая духовная опасность, то, слава Богу, православный человек знает, что делать. Я вот в ту страшную ночь, которая меня, можно сказать, настигла в пустыне Афона, в горах Афона, она меня научила держать молитву. О силе молитвы как нельзя лучше описано в житии преподобного Сергия Радонежского, основателя Троицы Сергиевого монастыря и покровителя всех учащихся. Будущему святому очень тяжело давалась учеба, однако благодаря терпению и молитве преподобный Сергий смог ознакомиться со священным писанием, и еще при жизни удостоился благодатного дара чудотворений. Сегодня на православной выставке был показан документальный фильм о житии Сергия Радонежского, посвященный 700-летию со дня его рождения. В этом году самым крупным событием в истории, настоящей истории белорусской православной и вообще православной церкви является 700-летие со дня рождения известного преподобного Сергия Радонежского. Именно того Сергия Радонежского, который благословил на битву с монголо-татарами Дмитрия Донского, и опять же празднуется еще 625-летие со дня представления Дмитрия Донского. А также Сергий Радонежский еще по истории известен тем, что в помощь он дал знаменитых монахов Аслябию и Пересвета. И состоялась эта решающая битва, которая положила конец владычеству будущего османского ханства. Этот святой вообще особое место занимает в нашей семье и в жизни моей дочери и меня. И сейчас я вот только что буквально подойдя к вам, я разговаривала вот с московской подворья Троицы Сергиевой Лавры. И мы с дочерью очень хотим поехать этим летом к мощам, поклониться Сергию Радонежскому. В рамках выставки-ярмарки проходит специальная программа «Задайте вопрос священнику». Любой нуждающийся в будром совете может прийти и изложить свою историю священнослужителя. Стать участником беседы можно в любой день работы выставки с 12 часов дня до 8 вечера. По словам отца Михаила, люди часто идут за советом и уходят более умиротворенные. Когда мы видим, что действительно человек пришел один раз с вопросом более простым, другой раз он уже приходит с вопросом более сложным, значит он перешел на другую ступень духовного развития. И, соответственно, это говорит о том, что наша работа дает свой результат. И вот именно, наверное, вот это самое приятное для священника. Стать свидетелем уникальных историй о чудесах православия и святых, увидеть редкую икону или книгу. Выставка ярмарка «Брест православный» была и будет настоящим ларцом самых светлых проявлений веры в Бога. Приобщиться к этому любимому многими брещанами духовному событию может каждый желающий до субботы 21 июня.